Вот почему бывает ночью, когда спишь, а не менее рук? И даже просыпаешься от этого, что чувствуешь, что рука анимела. Скажите, у вас не имеет одна рука любя? Бывает, что периодически то одна, то вторая, но не очень часто. Тогда у меня для вас есть хорошая новость. Маловероятно, чтобы вы в ближайшее время умерли от инфаркта. Почему? Не за что. Я думаю, что это спасибо вашим родителям и образу жизни, который вы ведете. По той причине, что если боль локализовалась в левой руке, можно было бы заподозрить заболевание сердца. Если она бывает и в левой руке, и в правой, перемежается, возникает только после сна, то, вероятнее всего, речь идет о заболеваниях нервной системы. Чаще всего это связано с неудобным положением шеи во время сна. Вы спите на высокой подушке? Да. Да. Дело в том, что если подушка слишком высокая, это приводит к затеканию шеи во время сна и нарушается кровоснабжение и питание нервов спинномозговых, которые из шейного отдела позвоночника выходят. Это как раз те нервы, которые нервируют нашу руку, давая нам ощущения и позволяя нам ей двигать. Поэтому, наверное, после сна, помимо онемения, вы еще чувствуете тугоподвижность в плече и в руке. Да? Ну, да. Вот. Смените подушку, и вам станет лучше. Спасибо. Ну что же, и последний вопрос на сегодня. Пожалуйста. Вы знаете, в последнее время у меня очень часто в течение дня не имеет, вот как бы затекает именно левая рука. Когда я меняю положение тела, боль уходит. Вот я бы хотела у доктора спросить, с чем это связано и что он скажет по этому поводу? Заметьте, какая тема важная. В студии два человека, у которых одна и та же проблема. Эта тема заслуживает более подробного рассмотрения, поэтому давайте разбираться с ней. Далее. От чего не имеют руки и чем это грозит? Люди сидят, откинув голову. Не сидите так. Положите руки на подлокотники. Согласитесь, вам удобно. Составляем рейтинг пяти самых опасных для сосудов ПОС. Вы смотрите и узнаете о самом главном. Еще одна наша постоянная рубрика «История болезни». Ведь мало кто знает, как устроен наш организм. Мы заглянем внутрь человеческого тела и выясним, почему появляется тот или иной недуг. Как его избежать и сделаем массу полезных для здоровья открытий. Мне очень понравился последний вопрос. То, что люди в студии задают его неоднократно, говорит о том, что эта проблема действительно волнует многих. Давай ее разберем. Давай. Вот наша зрительница, которая задала нам этот вопрос. Прошу вас по аплодисменты. Давайте сюда к нам. Как вас зовут? Меня зовут Людмила. Людмила. Кем вы работаете? Я работаю инженером. Еще раз повторите, пожалуйста, ваш вопрос. Вот ту проблему, о которой вы говорили с доктором. В последнее время у меня очень часто неприятные ощущения создавались в левой руке, да, которые потом перешли в болевые ощущения. И рука стала не иметь, в общем-то, дискомфорт, который переходит в болезненные ощущения. Когда я в течение дня меняю положение тела, это уходит, а потом возвращается снова. Вот. Вопрос к доктору. Тогда давайте уточним. Боли у вас появляются, когда вы долго сидите в одной позе? Да, в какой-то в одной позе. А, чаще всего это происходит где? На работе. Присаживайтесь. Покажите нам, в какой позе вы в основном сидите на работе. Так. Ну, это таким вот образом. Вот так. Ну, и так. В этом положении ваша правая рука изнутри сдавливает плечевую артерию. И это приводит к тому, что кровоснабжение нарушается. Скажите, у вас рука часто бывает холодной? Да, достаточно часто. Ага. То есть, вероятнее всего, что наше предположение относительно нарушения кровоснабжения имеет основание. Давайте я вам покажу на экране, как это выглядит в реальности. Давайте рассмотрим. Кровь движется по артериальным сосудам и снабжает наши ткани кислородом и питательными веществами. Если в определенный момент вы садитесь неправильно и сидите так долгое время, это приводит к тому, что кровеносные сосуды передавливаются. Ткани не получают достаточного количества кислорода и питательных веществ. Начинается процесс онемения и возникает чувство боли. То есть, я так понимаю, по сути нужно сменить только позу нашей героини? Работу менять не надо? Да, действительно так. Подчас достаточно небольшого изменения, небольшого сознательного усилия, контроля над собственным телом, для того, чтобы многие неприятные ощущения в теле исчезли. Покажите, как вы будете теперь сидеть правильно на работе, когда вы будете смотреть на приборы? Ну, уже исходя из сказанного, наверное, вот так. То есть, сидеть надо вот так вот? Если исключить отсюда сутулиную спину, то да, безусловно, такое положение намного лучше. Это колени, находящиеся на уровне таза, ноги, стоящие на полу, это расправленные плечи, это неперекрещенные руки и ноги. Вот как. В каких еще позах кровообращение может нарушаться? Я думаю, что будет лучше, если мы это проиллюстрируем при помощи наших зрителей. С удовольствием. Нам нужно 4 человека. Идите к нам. 4 человека. Идите к нам вы. Возьмем мужчину. Идите, идите, мужчины. Ну, чего это вы не пойдете? Возьмем мужчину. Он не хочет ходить, но мы его заставим. Вдруг он сидит неправильно. Так. И еще двоих. Так. Можно вас? Не бойтесь, не бойтесь. Что же вы так боитесь-то? Я не понимаю. Подсадитесь. Мужчина просится, я знаю. И вас. Идите. Садитесь на барную стойку. Итак, неудобные позы. Поза номер один. Просто положите ногу на ногу. Так сидит подавляющее большинство людей. И не надо думать, что это положение столь безобидное. Дело в том, что скрещенные ноги – это практически верная гарантия нарушения кровоснабжения нижних конечностей. Пережимаются артериальные сосуды. И в недалеком будущем это может привести к развитию таких болезней, как варикоз ног. Вторая поза. Очень распространенная поза, когда стул удобный, с высокой спинкой, люди сидят, откинув голову. Откиньте голову. Вот. Еще. Да? Я прав, доктор? В этом положении запрокинутая голова приводит к тому, что пережимается позвоночная артерия и нарушается кровоснабжение головного мозга. Я думаю, что в студии мало кто так сейчас сидит, но дома – это частая поза. Откиньтесь, откиньтесь. Покажите, как мы правильно. Уже известная нам поза со скрещенными руками действительно нарушается кровоснабжение рук из-за того, что пережимаются артерии, плечевые артерии. Не сидите так. Положите руки на подлокотники. Еще одна поза, которая очень популярна – это поза с сутулой спиной. Мы ближе к краю кресла садимся, вот, еще ближе и удобно откидываемся назад. Согласитесь, вам удобно. Но это положение на самом деле небезопасно для нашей поясницы, потому что устранение естественного прогиба в ней может привести к серьезным заболеваниям позвоночника. И, наконец, последняя поза. Я уже не говорю о том, что вы там делаете на барном стуле за барной стойкой. А делает он немало? Да. Вот. Но само положение на высоком стуле, когда ноги не касаются пола, оно приводит к тому, что край стула сдавливает мышцы задней стороны бедра, и это нарушает кровоснабжение. Вам удобно так сидеть? Нет. Абсолютно неудобно. Но обычно так сидит молодежь, на самом деле. Да. Я часто замечал, что в барах вот именно так сидит молодежь. Это неправильно. Абсолютно. Сейчас я хочу попросить доктора показать, как именно правильно сидеть. Давайте все сядем максимально близко к спинке. Чуть прогнемся в пояснице. Зрители в студии тоже могут это делать. Расправим плечи. Положим руки на подлокотники, если они есть. Слегка поднимем подбородок и гордо посмотрим вперед. Сейчас вы сидите так, как должны сидеть здоровые люди. Я хочу обратиться к нашему эксперту, Татьяне Романенко. Татьяна, как вы прокомментируете, как мы оздоравливаем зрители в студии? Вы совершенно правильно оздоравливаете наших телезрителей. Эта тема, в общем-то, достаточно актуальна не только для телезрителей в студии, но и вообще для всего населения в целом. Почему? Потому что наша жизнь, в общем-то, предполагает иногда вот такое вынужденное положение. Мы много сидим перед компьютером, на работе, перед телевизором. Мы мало двигаемся, и все это может приводить к развитию многих болезней. Я бы хотела остановиться на таком вопросе. Да, мы сделали перерыв на работе, так сказать, профилактируем, делаем производственную гимнастику, профилактируем вот эти нарушения. А когда все-таки есть смысл обратиться к врачу, когда вот после физкультуры, после разминки вы все равно испытываете определенный дискомфорт, срочно бегите к врачу. Спасибо.